Четверть века отделяет нас сегодня от тех ожесточенных событий, которые происходили в Афганистане. Солдаты офицеров этой войны сегодня ветеранами назвать сложно. Возможно, возраст не позволяет. Ведь 25 лет назад они, в большинстве своем, только перешагнули 20-летний рубеж. Однако именно их сегодня называют непосредственными преемниками исторической памяти, которую и по сей день несут в себе уже немногочисленные герои Великой Отечественной. Я вот хожу в милицейский батальон, перед солдатами выступаем. Мы вспоминаем, как было реально, а мы ничего не придумываем, как именно с нами, что происходило. Для московского района города над Бугом чествование ветеранов Афгана – событие особое. Ведь большинство участников боевых действий сегодня проживают именно в этом районе. Они – солдаты и офицеры Афганистана, люди с активной гражданской позицией. Они занимаются патриотической работой с молодежью, ведут специализированные сайты, пишут книги воспоминаний. В знаменателе для каждого ветерана Афгана день из рук главы района они получили награды, грамоты и ценные подарки. За то упорство и за ту помощь, которую и сегодня оказывают руководству как района, так и города и области в плане воспитания молодых людей, участия в патриотических акциях, пробегах и митингах. Люди вспоминают свое боевое прошлое. Формат, где мы говорим от имени власти спасибо за честно выполненный армейский долг. Но сегодня мероприятие особенное. Особенное в том, что целевая аудитория данного мероприятия – это школьники, это молодежь. В этом году встреча в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана поменяла формат. В этот раз в одном зале собрались не только участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, но и молодежь, хранители героической памяти народа. Во время встречи они могли лично услышать воспоминания непосредственных участников афганских событий. Получился своеобразный урок мужества и чести. Кроме диалога, для гостей мероприятия был организован концерт с участием ведущих коллективов и исполнителей города.